Телеканал Россия-2 Телеканал «Моя планета» представляют Рейтинг Баженова Телевизионное шоу «Рейтинг Баженова» — игра для взрослых. События, представленные в фильме, происходили на самом деле. Все трюки Тимофей Баженов выполняет сам. Экстремальные условия созданы специально по заданию режиссера. Не пробуйте повторять увиденное — это опасно для жизни. Тимофей Баженов всегда получает помощь в случае крайней необходимости. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Тимофей Баженов. И в эфире очередной выпуск чудо-передачи «Рейтинг Баженова». Вы абсолютно правильно поступили, что включили телевизор именно сейчас. Ведь начинается самое интересное. Это могло быть хуже еще. Могло быть еще хуже. Именно так назвали продюсеры новый цикл. Мне казалось, что хуже быть не могло. Но теперь я понимаю, что становится хуже. А это значит, что не только я профессионал, но и они профессионалы. Устраивают такие неприятности, которых я не ожидал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляюсь в горы. Немножко нервничаю. Не знаю, что мне предстоит. Но думаю, все будет хорошо. Меня зовут Тимофей Баженов. Сегодня будет интереснее обычного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приехал. Вот здесь все и должно начаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Допоминаю, что ты согласился на все мои условия. Попей с бутылочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох уж мне эти твои бутылочки. Она, кстати, течет. Учись проигрывать. Прошлый раз, когда я выпил, у меня голова болела три дня. Алло. Алло. Сказано пить. Буду пить. Бросьте его в скреп с мертвецами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где я? Камни холодные. Стены довольно высокие. Метра четыре. Безусловно, могло быть хуже. Потому что он мертвый, а я все еще живой. Можно сказать, что это мужчина. У него никогда не было кариеса. Ему никогда не ломали нос. Хотя он много дрался. Вот эта глазница повреждена. Видимо, он получил удар в правый висок. Посмотрите, как соединены косточки. Каждая кость имеет так называемое кривошипное соединение с соседней. Чтобы при ударе кости черепа не сдвигались друг относительно друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, оставлю его здесь. Мертвые должны быть среди мертвых, а живые среди живых. Бедный Юрик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понял, что это за сооружение. Это коллективная усыпальница. Метра на два с половиной она уходит под землю в тело горы. А вот эта часть уже торчит наверх. И, судя по всему, такое сооружение здесь не одно. Вон еще одно. Вон еще одна такая башенка. И вот, вот раскрытая могила. Это настоящий город мертвых. Из всех известных мне кавказских народов только Галгайи в до мусульманскую эпоху хоронили своих мертвых вот так. Не в землю, а в специальные башни. Они называются солнечные могильники. Причем сюда относили мертвых. И сюда сами приходили живые, заболевшие тяжелыми болезнями. Они запирались внутри могильника. Еду им подавали на специальной палке. Через вот такие окна. Если человек болел несмертельной болезнью, то выздоравливал здесь и выходил к людям. А если смертельной, например, чумой или холерой, то оставался внутри могильника. Вот здесь еще один череп лежит. Земля здесь буквально нашпигована мертвыми людьми. Вот, например. Может не беспокоить его. Вот его лобная часть, вот затылочная. Это височная доля. Но факт остается фактом. Здесь мертвые человеческие тела очень подолгу сохраняются. Сами собой мумифицируются. А кости лежат столетиями. Если не сказать тысячелетиями. Вот этот могильник построен, скорее всего, лет 500 назад. Сейчас вы скажете, он разрушен. Да, разрушен. Но посмотрите, те стены, которые остались, еще очень-очень крепкие. Пойду посмотрю, что там дальше. Каждый раз я по-доброму поражаюсь мастерству своих режиссеров. Ведь как выбирают декорации для «Могло быть хуже»? Вы только подумайте. Для других фильмов подобные декорации строят из картона, фанеры. Вообще из пенопласта, в конце концов. А я каждый раз просыпаюсь в каком-то абсолютно ином мире. Кажется, что такое бывает только в сказках. Вот «Властелин колец», например. А это ведь самые настоящие башни. Они из настоящего камня. Они древние. Им по нескольку тысяч лет. Эхо какое. Плохо только, что еды нет. И воды нет. И выбраться отсюда довольно сложно. Точнее говоря, из башни-то выйти можно. Я несколько раз выходил и входил. Но, скажу вам прямо, толку никакого. Потому что башен огромное количество. Это целый лабиринт. И в этом Мордоре я пока не вижу ни хозяина, ни орков. Я здесь один. И выхода пока что нет. Я так понимаю, что эта башня оборонительная. Когда-то здесь были лестницы, перекрытия, купол сверху четырехгранный. И обороняющие это сооружение люди, когда не могли уже сдержать круг, забирались на самый верх, затыкали вот то отверстие. И выкурить их оттуда было невозможно. Они оттуда могли лить кипяток, кидаться камнями, стрелять из лука, смолу, в конце концов, лить на наступающих. Хорошо, что мне пока не нужно обороняться. Хорошо, что ни от кого. Я так понимаю, что сейчас я должен найти выход. Любой ценой. Потому что я очень хочу есть. С удовольствием попил бы. Да и, наверное, пора готовиться к ночлегу. Вот из окон я вижу прекрасную заснеженную гору. Пик. Внутри башни довольно тепло. А снаружи бушует ветер. Мои режиссеры всерьез думали, что ночевка в могиле должна меня деморализовать. Но скажу вам прямо, ко всему можно привыкнуть. Можно привыкнуть и к близости смерти. В том числе и к вот этим звонкам. Баженов у аппарата. Говорите, какие новости? Твоя одежда заражена. Заражена? Что значит заражена? В могильнике были чумные трупы. Избавься от одежды и иди на юг. На юг? Здесь кругом юг. Как обор окончен? Вот хамье. Бросил трубку. Микроорганизмы могут ждать своего часа тысячелетиями и представлять опасность для живущих сейчас. Я повсюду встречаю смерть. Но из этой смерти, судя по всему, я могу извлечь какую-то выгоду. Трогать сейчас я шкуру не буду, потому что с моей одежды, да и с рук, на нее могут попасть зараженные частички. А это, пожалуй, мне пригодится. Сами поймете скоро зачем. Я назову это Плачущая гора. Гора слез. Вообще водопады меня не любят. Если помните, в одной из серий программы «Рейтинг Баженова» могло быть хуже. Я так поскользнулся в водопаде, что рассек себе щеку. До сих пор вон шрам. Но что делать, гигиена важнее. Этот водопад течет из-под ледника. Вода там холоднее льда. Настоящая душевая кабина. Это рейтинг Баженова. Я считаю, что закаливание – обязательная процедура для каждого человека, который хочет чувствовать себя здоровым. Ну, а для мужчин это просто моя рекомендация. Хотите быть сильными, здоровыми, веселыми и желанными – купайтесь в холодной воде. Теперь я абсолютно чистый и абсолютно голый. Мои режиссеры специально подстроили так, что даже листочков нет на деревьях. Даже фиговым листком срам прикрыть не могу. И именно для этого взял с собой отсюда мертвую голову. С собой я взял только ремень и кошелечек. В нем все самое необходимое. Сейчас в горах довольно холодно. Там наверху туман. И сейчас, когда он придет сюда, будет действительно настоящая холодина. Нужно срочно найти какой-то приют. Я так понимаю, что если древние галагаи жили в башнях, то и я вполне смогу в башне жить. Когда туман спустится, видимость упадет практически до нуля. Может быть, полтора-два метра будет видимость. Соответственно, осталось совсем немного времени. Теперь осталось найти хотя бы одно сооружение с крышей. Лучше, если это будет целая башня. Ведь в ней тепло, даже когда нет огня. Ну, а огонь, я думаю, я до мороза успею развести. Судя по всему, нашел я свой приют. Вот она, моя пятизвездочная гостиница. Пойду искать в нее вход. Жалко, дров я не успел собрать. Но я думаю, что-нибудь можно будет найти. Наконец-то я дома. Жить я буду вот в этом углу. Надо же, ни одной деревяшки нету, чтобы разжечь огонь. Орехи вот есть грецкие. Очень даже, между прочим, съедобные. Что-то есть прекрасное в моей жизни и работе. Вот кто еще, одевшись в несвежие бараньи шкуры, на морозе будет есть грецкие орехи? Ну и никто. Орехов полным-полно. Осталось придумать что-то с огнем. Я так понимаю, с постелью я уже все решил. Кирпичи пахнут каким-то нефтепродуктом. Гореть они должны долго и жарко. Единственное, что такие очаги черночадят. Дым от них редкий. Но в башне, я думаю, тяга хорошая. И дым этот куда-нибудь должен деться. Очаг свой я сложу вот здесь. Кстати говоря, кирпич, пропитанный нефтепродуктами, может храниться несколько лет. И будет прекрасно разгораться. Пока что он не очень прекрасно разгорается. Однако уже от этого маленького огонька, который я вижу, а вы, наверное, еще нет, мне очень тепло. По крайней мере, гораздо теплее, чем было. Сейчас подложу дров своих специфических рейтинг-баженовских. Займется мой, пожалуй, самый необычный костер в истории программы. И пойдет дело. Укроюсь шкурами и начну вести первобытный общинный образ жизни. Не знаю, правда, как с общиной. А с первобытностью, судя по всему, никаких проблем. Вот, кстати говоря, сейчас кирпичи прогреваются. И пламя становится все выше. Потому что нефтепродукты, которые находились в центре, они начинают вытапливаться, выходят через края кирпичей. И вот образуется такой замечательный, я бы сказал, необычный, но довольно милый костер. Что я могу сказать? Мои режиссеры думают, что могло быть еще хуже, а я думаю, что могло быть хуже. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну что же, пора, наверное, и на боковую. А завтра утром я должен пойти на юг. А вот как сориентироваться в горах, когда туман, это большой вопрос. Хотя есть один способ, и недоеденные мною орехи, пожалуй, мне помогут. У меня с собой есть складной ножик. В складном ножике есть шило. Берем орех и с помощью шила проделываю в орехе маленькую дырочку. И прошиваю я этот орех через дырочки, которые я просверлил, насквозь, чтобы получился вот такой вот, вот такая бусинка. Надеюсь, что эти знания вам в жизни не пригодятся. Но если вдруг пригодятся, вспомните меня добрым словом. Напоминаю, все это колдовство нужно мне для того, чтобы правильно определить нахождение сторон света. И вот такие у меня получились замечательные ореховые бусы. Вообще, к моему костюму не хватает, мне кажется, вот такого украшения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наступило утро. Не могу сказать, что я прекрасно выспался, но могло быть еще хуже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаю, что я должен двигаться на юг. Давайте-ка я расскажу вам, что делать. Итак, нужно занять устойчивое положение и взять четки за верхнюю бусинку. После чего нужно задать четком вращение по часовой стрелке. И руку остановить. Они обязательно остановятся в положении север-юг. Будут качаться север-юг. А в конце концов, маятник укажет на юг абсолютно точно. И вот сейчас вы видите, что круг превращается в эллипс. А эллипс, в конце концов, в прямую линию. И начинает раскачиваться между севером и югом. Видно вам? Юг там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иду я уже довольно давно. Это, пожалуй, самое серьезное испытание, о котором я не подозревал. Шкура очень сильно трет. Вот она, моя одежда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чистенько. Постирали. Ммм, свежесть горного утреннего воздуха. Наверное, уже не заразная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все, заканчиваются мои приключения. Судя по всему, сейчас будет эвакуация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все, дорогие друзья. Подошел к концу очередной выпуск Чудо-передачи Рейтинг Баженова. Имя мое за 26 минут не изменилось. Меня по-прежнему зовут Тимофей Баженов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно сказать, я за сегодня устал. И несколько раз думал, что не справлюсь. Но справился. А это значит, что мне по плечу и не такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позади этот тяжелый день. Много серьезных испытаний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для вас-то, я надеюсь, эти 26 минут промелькнули, вы и не заметили. А я-то думал иногда, что каждая секунда длится как вечность. Трудно было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Тимофей Баженов. Всего вам доброго. В следующий раз будет еще интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...